Встречаются двое Прихожу, домой жены нет. Он говорит, а какая связь? Так он в ее трусах курил. Спасибо. Человек возвращается домой в дым, пьяный. Заходит, жена естественно начинает сразу хлестать по лицу. Будешь пить? Будешь пить? Будешь пить? Ладно! Наливай. Спасибо. Профессор математики стоит у доски, пишет какие-то оравнения. Увлекся, забыл уже о студентах. Пол доски списал минут 20. Долго писал так. В это время на задней парте два парня играют в карты. Один кидает какую-то не ту карту, пытается смухревать. И другой ему, ты что дурак, что башки что нет совсем? Профессор, да-да-да, я сейчас все объясню. Человек жуткого похмелья идет на кухню, направился прямо к холодильнику. На столе стоит клетка с попугаем, накрытая каким-то покрывалом. Он покрывало снял с клетки, пришел, открыл холодильник, вытащил бутылку пива. Жадностью выпил, поставил, закрыл холодильник, пошел назад. Опять клетку накрыл покрывалом и ушел. Голос из клетки. Прекрасный день прошел. Спасибо. Я автослесарь четвертого разряда. А дружок мой охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизер за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем. Хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизер-автомеханик. Зовут Степан. Она говорит, отлично, Степа. Дамы уже собрались. У нас сегодня корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества. Тещи. Нужно их довести до иступления. Я говорю, ну и как же мне их до иступления доводить? Она говорит, очень просто. Сначала разденьтесь. Ведите себя понаглее. А потом просто выполняйте их капризы и просьбы. Я говорю, если будут просить запчастей, не дам. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. Фуфайки. Ватных штанах. И сапогах. Овация в зале продолжалась минут пять. Я присмотрелся. Самих тещ не видно. Только глаза из сумрака горят, как у вурдалаков. Слышу хозяйка кричит. Пора раздеваться. Ну я фуфаечку снял и кручу на собой, как флюгер. Слышу тещи кричат. Нам кидай. Ну я и запустил ее в зал. Одна поймала. Ее тут же унесли. В карманах были пассатижи. Болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. У Тамерлана доспехи вместе с лошадью легче моей фуфайки. Я продолжил. Снял сапог вместе с носком в виски стоны. Кричать не надо. У меня аж пятки дюбеля забиваю. Ногтям покрышку собота снимаю. Когда я пытаюсь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинке. В зале послышались крики «Браво!» громогласно и «Ура!». А когда оказался в одних семейных трусах, тещи аж захрюкали отчасти. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. А здесь такой успех. Слышу кричать «Танец давай!». Я исполнял «Танец в любви яблочков в присядку». Музыку никто не слышал. Колени хрустели так, будто рота солдат ела сухарики Емеля. Слышу хозяйка сволочь орёт. Белый танец! Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся к врачу. «Назад сам подойду!» И пошёл между столиками развратной походкой. Сбивая бёдрами коктейли со столов. Слышу, кто-то сзади обнял меня мёртвой хваткой. Да, я тоже думал руками. Бюстом! Сомкнулся на шее, как спасательный жилет. Еле выскользнул, спасибо солидону. Я им до этого обмаза сажу, блестеть, как все стриптизёры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Неожиданно и щекотно. Мне понравилось. Через минуту я уже сам оттягивал резинку для подношения. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Хотя я точно помню, что сыпала мелочь. Слышу хозяйка орёт, Стёпа, шест! Смотрю, действительно шест стоит. Лёгким движением руки я сделал из семейных трусов в стринге. И полез на эту трубу, как электрик на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловатии, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Пар был настолько горячий, что глаза на лоб вылезли даже у американского президента на 100-долларовой купюре, что лежало у меня в трусах. Короче, в больницу я попал с ожогом 14-й степени абсолютно всех конечностей. Когда очухался, понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз с тех пор на дух не переношу. Хотя, когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать всё, что хочет от него женщина. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые друзья. Большое спасибо за приём. Ну, прежде чем показать номер, который сегодня привёз в Юрмалу, по старой доброй традиции, пару-тройку анекдотов на ваш суд. Муж приходит с работы, уставший, замученный. Дома чистота, как никогда. Стол уже накрыт. Жена какие-то бантики себе забацала. Такая, как на подиуме у неё раскраска такая. Никогда в жизни не было такого. Ну, что случилось? Она говорит, Сергей. С этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики. Сегодня у нас всё стоит денег. Приближаемся к Европе, так что подтягиваемся. В частности, ужин 50 рублей. Согласись, недорого. Пожалуйста, здесь и гречневая каша, и ливерная колбаса, угощайся, всё есть. Ну, и вот так вот. Ну, дал 50 рублей, поел. А пуговицу надо мне, там, 30 рублей, золотой. Да, вот, решил, пуговицу. Пожаться, спать, она говорит, ну, а здесь, если что-то вдруг будет желание, 100 рублей. Говорит, ну, у меня только 70. Лёх, уснул. Ночью слышишь, и вуршится что-то такое. Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет. Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебя занять. Два мужика из деревни въезжают в город, надо заправиться. Подъезжают к заправке, огромная заправка, огромный плакат. Любому, кто заправится больше, чем на 500 рублей, бесплатный секс. Ну, и там, на 502 рубля с чеком подходят к заправщику. Там мы читали, мы готовы. Говорит, это ещё не всё. Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10. Вот я сейчас загадаю, вы должны отгадать. Давай. Три. Нет, семь, извини. Ну что, они взяли, уехали. На следующий день катались весь день, надоели на 512 рублей. Приходят, это мы, мы вчера были, раз, два, чек. Давай, число. Семь. Говорит, восемь, извини. Да ну ёпт. Они уезжают, один другому говорит, а тебе не кажется, что он жулик? Говорит, не скажи. Моя жена на той неделе два раза выигрывала. Мужик купил себе корову, кормил, поил, пора подумать о потомстве. Он через интернет вызывает хозяина какого-то племенного быка. Тот приводит быка на сучку. Бэй, красавец, цепь такая, всё, татуировки, всё. Локированные копыт, оно пришло, человек. По всем правилам говяжьего съёма подходят коровики. Она садится, вот так копыт, так крест-накрест. Он и так, и так, ничего не получается. И бизона вызывали какого-то, и с беловежской пущи зубра, последнего бедалагу больного привезли. И все, не так. Приходит к ветеринар, говорит, я извиняюсь, я взял корову. Она чисто внешне, как все, я серьёзные деньги отдал. Она ни с кем, вообще никак, вы можете сказать, она вообще ни с кем никак. В Рязани брал? Да, как вы догадались? А у меня жена с Рязани. Спасибо. А я тут недавно на охоту сходил. Нормально, поохотились, говорят. А я фотик взял, и как папарадзе. Чел, класс, класс. Чтобы посмотреть потом память, восполнить, что там было на охоту. Сейчас сдал этот. Сделали фотки. Всё, сам не видел. Компромат на дядек своих буду собирать, да? О, классно. Это я, кстати, сразу я. Классный ракурс. Это я с кабаном фотографировался. Вот я, вот кабан. Похожи мы тут с ним. Чтобы не брить, чтобы в кельняшка. А, это кабан нас братом фотографировал. О, это Иван Сотехник в свадебном костюме. Женился мужик, наконец-то. И сразу на охоту, он фанат, у него камуфляжная бабочка. Сразу пришёл, давай ему стрелять. Узять. Нормальный мужик. Моей бабой сестру взял в жёны. Тоже бабу. Так смешно. Бе сестру, обе бабы. Это Гришка в кустах затаился. Взгляд сосредоточенный такой. Чего? Да не, какая засада. Желудком у него проблемы. Не, ничего серьёзного. Мы же в Лёхе в гараже с мотоциклом ковырялись. Ну, ясно, что пили. Что мы, с мотоциклом, что ли, пришли ковыряться-то? Да и не было мотоцикла никакого. А Гриша пришёл, не здоровавшись наше, сразу всё выпил. И закусил тут же с верстака полбалки варенья. Слёс повидло, вернее. А это солидол был. Мы даже предупредить его не успели. Да и не хотели, честно говоря. Наоборот, двигались с маской, он хапал ладошкой, пока не понял. Сейчас с организмом всё выскальзывает. Так всё охотно просиделку ставлю. Это Егор на спине бугор, кузнечиков ловит. Раньше тоже любитель бы этого делала. Мы взяли его к экстрасенсу, повели. Тот его заколдовал, всё, сейчас на водку смотреть не может. С закрытыми глазами жрёт её и всё. Он вообще странный. Я к нему сейчас заходил, он брюки гладит и орёт. Утюгом прям гладит и орёт. Привычка идиотской брюки на себе гладить. Это Федька в траве запечатлёнок. Ну, устает Федя, устает. Он же с девятого дома Вальку в жёны взял. А их две сестры близняшка. Ну, хитрые. Одна замуж выскочила, обе Федьки пользуются. Он их не различает, они не похожи, он их не различает вообще. Всё же он дурак, что ли, да? Две-то больше, чем одна. Это Коля с звёким в зубах ружьём ковыряется. Всё удивляется, как его баба узнаёт, что он поддал. А чё я узнавать, когда пьяный пальто в трусы заправляющий? Так и на форте здесь сидит. Это же... Это Женьку в речку тащат мужики. Упираются, орёт как чайка. Воды боится, как огня. Чё, боится? Мы в прошлом году рыбу глушили. Он дурак купаться, понимаете? Все части организма над динамитами оторвало туда. Мы ныряли, потом части разыскивали, обратно к нему прилеплялись. Одну часть так и не нашли туда. Хорошо его баба сказала, что он на этой части и до взрыва не замечал. Сейчас нормально, кстати, играть в театре. Актёр сейчас он такой. Он любитель драмы. Раньше, правда, давали роли героев-любовников. Сейчас трусов импотентов. Всё. Пошёл компромат. Это я. Сплю валяюсь в позе бегущего. Ташмар. Ноги связаны, руки связаны. Бутылка под башкой. Убью, узнаю, кто сделал. А это что такое? Мужики. Наши за бабой бегают за какой-то. Ташмар. А баба голая, как правда. Наглая. Одним целуется, а с другим тут. Смотреть стыдно, честно говоря. Где они надыбали её, там кроме моей людки-то не было никого. Ладно, потом досмотрим. Я извиняюсь. Дедушка с бабушкой торопятся на Новый год. Немножко нарушают правила. Их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров, ваши документы. Бабушка. А? Дед, документы давай, права просит. Пожалуйста. Нарушайте, там знак был. Бабушка. А? Дед, нарушаешь, говорит, там знак был. Аккуратнее езжай. Я прослежу. Хорошо. В Саратов едете? Да. Сами из Саратова? Да. Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка. А? Дед. Кажется, он тебя знает. 20 лет мы с женой обрастали имущество. Вчера я без задней мысли предложила ей составить брачный контракт. На ее лице я прочитал следующее. Сегодня немецко-фашистские захватчики. Вироломно. А вслух она сказала, можешь забирать все, мне ничего не надо. По своему опыту я знаю одно. На женщину, которая говорит, мне ничего не надо, у вас денег не хватит. Тут с востока налетела гроза и говорит, доченька, сейчас мы ему устроим. Хочет делиться? Пожалуйста, мы по-честному. И делешь, пошел по схеме, нам телевизор, тебе программка. Через пять минут я держал в руках свою часть имущества. Программку, старый пульт, просроченную пальчиковую батарейку, рваные стельки, брошюру для беременных. Меня это не устроило. Они говорят, хорошо, давай по-честному. Только сначала иди вынеси мусор и начнем все по-новой. Сей маневр я расценил так. Если я выйду, мусор и окажется единственной частью моего имущества. Обратно уже не пусто. Я показал им две фиги. Они показали мне восемь. Задействовали ноги. Тогда я сказал, меня отсюда только вперед ногами вынесут. Они сказали, спасибо за идею. И оглушили меня течером кулаком, поволокли к выходу не только вперед ногами, но и лицом вниз. В парке 32-го класса прочности я поцарапал ногтями, как медведь. Так цеплялся за прописку, что все пальцы в занозах. Отбив незаконное выселение, я предложил перемирие. Они согласились. И тут же в честь перемирия подарили мне галстук. Да. Даже предложили его на меня надеть. Обещали красивый узел. Меня это насторожило. Так как второй конец галстука был привязан к люстре. И вот это вот подхалимское. Встань на табуреточку. Люстры делили так. Кто где часто бывает, то и получи. Жене досталась люстра из зала. Теща абажур из кухни. Мне лампочка из туалета. Библиотеку делили по схеме. На какой книге твои отпечатки пальцев, та твоя. Мне достался только порно-журнал. Даже на книжке, где я прятал заначку, тещиных отпечатков оказалось больше. Мягкую мебель поделили честно. Мне досталась самая мягкая. Почти воздушная. Гамак. Кухонный утвер поделили еще проще. Я уступил им две чугунные сковородки. А они, угрожая ими, отобрали все остальное. Двухпудовую гирю, которой я занимался спортом, я предложил делить так. Кто большее количество раз ее поднимет, того и гиря. Логично. Я поднял гирю 17 раз. Теща сказала, мне гиря не нужна. Но важно в принципе. Она на прогласе подняла гирю 78 раз. Причем подняла вместе со мной. Меха поделили по-честному. Жене досталась норка, тещи андатра, не меха от баяна. Подумав об обеспеченной старости и пытаясь урвать хоть что-то, я проглотил обручальное кольцо, олимпийский рубль и серебряную ложку. Удар под дых вернул в казну все мои пенсионные накопления. Рога из прихожей жена отдала мне со словами, они твои. Можешь не сомневаться. Тогда я напомнил, что курс иглоукалывания для жены оплатил я. И иглоукалывание мне тут же вернули кактусом по спине. И уже когда выгоняли в прихожей, сказали, на, держи, чтобы хоть голодным не остался. И скрипя сердце подарили мне мухобойки. Люди, юридическая грамотность, это, конечно, хорошо. Но иногда для здоровья лучше ничего этого не знать. Спасибо, что вы слышали. Так меня все забодали. Че не женися, че не женися. А куда торопиться? Мне только 50 лет, я еще не нагулялся. Ранние браки – это очень плохо. Я скажу, а шо в женитьбе хорошего? Это только в сказке. Целуюсь жабу, она превращается в царевну. В жизни все наоборот. Папа попал в квартиру, ведет себя как оккупант. Сразу устанавливает свои порядки, грабит коренное население, не дает местным пить, гулять и угоняет в рабство к чуреру, к теще на дачу. Виной раз, когда жрать охотой, думаю, можешь жениться? Потом наемся, думаю, шо за мысли в башку лезут? Баба – она как китайская петарда. Никогда не знаешь, когда рванет и куда полетит. Я как-то приволокотнул в свою холостяцкую берлогу, она оказалась помешана на аккуратности. Такое несла, шо ботинки перед сном надо снимать. Шо у нас, собака, должны быть отдельные миски для еды. Шо посуду надо мыть губкой. Я помыл, у меня губа неделю болела. Я столько нового от нее узнал. Оказывается, у носков тоже есть постоянные пары, как у лебедей. На всю жизнь. А у меня они постоянно теряются. Надо выпускать носки для холостяков, чтобы они были на резинке, как рукавички у детей. Как-то говорит, по субботам надо убираться. Но я в первую субботу от нее убрался и больше ее не видел. А одна все молодилась. Она фаршировала себе лицо ботоксом. Ну знаете, что мышцы парализуют, чтобы морщей не было, да? Она сейчас вот так разговаривает. Ой, я так рада, что ты пришел, так рада. Я ей анекдот рассказал, она так смеялась. А Надька, врачиха, была помешана на гигиене. А она перед тем, как меня поцеловать, протирала мне губы спиртом. Я так пристрастился к поцелуям, что за год чуть не спился. Она меня все гоняла в поликлинику на диспансеризацию. У меня ж до 50 лет в медицинской карте была всего одна запись. Мальчик вес 3600. А с одной в гостях познакомился. Классная баба была такая в самом соку. Она как раз томатный сок на себя опрокинула. Но чувства справедливости вообще не было. Она любила у своей подруги Ирки ночевать. То есть ей можно, а когда я у Ирки переночевал, мне сразу скандал. Одна мне говорит, не молчи с постели. Я ей все рассказал, что с пятого класса учил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Я в дненок в жаркий день пришел к ручью напиться. Теорему Пифагора. Все, что знал. Она говорит, а теперь я хочу, чтобы ты раздевал меня глазами. Нормально. Ну, руками понятно, можно ногами попробовать. Ну, как глазами? Как я глазами буду пуговицы расстегивать? Я же ресницы помру. Купи мне что-нибудь красивенькое, что я могу вставить в ушки. Я купил ей беруши красивые, синие. Что ей не понравится. Я вам скажу, женить бы это как тюрьма, все сходится. И там, и там свидетели, нельзя гулять, личные вещи под присмотром, весь день под надзором. Не зря говорят, заключение брака. А я вам скажу, мужскую природу не переделай. Что мальчики любят в детстве больше всего? Гулять. С возрастом только усиливается. Вам любой врач скажет, гулять полезно. А женщины этого не понимают. Я вам скажу, только холостой человек в состоянии блестящей мыслить, писать гениальные стихи. Вот, допустим, Есенин написал. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. У виданья золотом охвачен. Я не буду больше молодым. Гениально. Потому что не женатый. Был бы женатый, он бы так написал. Я жалею, я зову, я плачу. Денег нет, ушли, как с яблонь дым. На работе сутками шачу. Нахрена женился молодым. Вот так. Мне по ночам снятся кошмары. Как будто в окно моей спальни на девятом этаже, в полнолунии, залезает Лариса Гузеева и говорит, давай пожениться. Просыпаюсь в холодном поту. Так, что я жениться не собираюсь. До пятницы. До пятницы. В пятницу идем в ЗАГС. Она меня убедила. Ну не она, конечно. Братья ее убедили. Привели два аргумента. Один в ухо, другой в глаз. Откуда я мог знать, что у нее такие братья? Нормальная девушка, Настенька Кличко. Так, что в пятницу у нас праздник большой любви, слияние двух сердец, создание молодой семьи. Поэтому в пятницу выпейте за меня, только прошу вас не чокаясь. Чокнусь я и без вас. Спасибо огромное. С праздником, друзья. Насмотревшись по телевизору передача «Здоровье», наша семья поняла, что все мы даже не больны. Мы при смерти. За долгие годы просмотра этих передач я обнаружил в себе симптомы всех болезней, включая проблемы с грудью, кормящих матерей. Жена стала жаловаться на боли в предстательной железе. Тело моей тещи Лидии Сергеевны было обезображено всеми болезнями, включая шизофренический лишай, а также грибковое образование, вплоть до подберезовикол. Не сдала ее только язва, подобное к подобному не липнет. Но добила нас их передача о холестериновых бляшках. Я заподозрил у себя бляшки в руках, жена в ногах. Лидия Сергеевна оказалась обляшанной с ног до головы. Поэтому мы продали всю свою живность, купили три путевки, и уже через двое суток приехали в санаторий, славный чешский город Карловы Вары. Лечение сразу пошло по наихудшему сценарию. Уже на входе в санаторий у нас отобрали четыре сумки с едой и отвели нас на клизмы. И вроде не скажешь, что прием был не теплым. Он как раз был теплым, но как-то не к месту. Вечером мы гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день мы пошли на утреннюю гимнастику. Начали с прыжков на месте. Первая начала прыгать Лидия Сергеевна. Всем остальным это делать было уже не нужно. Когда она приземлялась, подпрыгивали все остальные, включая рояль. Потом мы начали делать махи ногами. Теща махнула ногой, случайно отвесив пинка пенсионеру из Швеции. Пенсионер тут же вот был на родину через фарточку. Потом нам дали покрутить обручи. Я попробовал закрутить, у меня не получилось. У жены все получилось. Теща попробовала и сказала всего два слова. Жмех за разом. Потом нас повели на дыхательную гимнастику. Инструктор сказал, нужно медленно вдохнуть в себя полную грудь воздуха, а потом резко выдохнуть, толкнув живот вперед. Когда теща вдохнула в себя полную грудь воздуха, от недостатка воздуха голова закружилась даже у инструктора. Когда она резко выдохнула, у пенсионера из Польши, который стоял перед ней, снесло трусы, футболку, а также недавно вживленные в клинике волосы. Все бы ничего, но, как сказал инструктор, она резко толкнула живот вперед. Между поляками улицы было четыре стены. Поляк вышел на свежий воздух кратчайшим путем. И на выходе стал похож на гастарбайтера-стахановца. Вечером мы опять гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день теща пошла к диетологу. Доктор посмотрел на нее, и вопрос «Вы ко мне?» задавать уже не стал. Теща посела к столу, доктор начал. «Вам срочно нужно худеть. Из-за избыточного веса ваш организм слабеет с каждым днем». Теща усмехнулась, взяла со стола телефонный справочник и одним махом порвала напополам тысячу листов с телефонами, а также сто тысяч евро, которые доктор хранил на машину в этом справочнике. Диетолог сошел с ума. Вечером, как всегда, мы гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день врач усадил ее перед собой, попросил закинуть ногу на ногу, взял молоточек и легонько стукнул тещу по коленке. Знал бы он, как обнажены нервы этой женщины. На галиде Сергея он распрямилась с мощью катапульты, и доктор понял, что зря он вчера купил такую широкую рамочку для семейных фотографий. Детей у него все равно уже не будет. Доктор рухнул с кресла, испуганно взглядываясь в тещу ноги. Воспользуясь моментом, Лидия Сергеевна сделала трюк Шерон Стоун, медленно перекинув ноги с одной на другую. Судя по глазам врача, в этот момент он принял обед безбрачия. Вечером мы опять гуляли в парке и кормили павлина. Лечение слабыми токами Лидия Сергеевна сочла как неуважение и попросила ток на ней не экономить. Ток из розетки тещу не удовлетворил. В конце концов, взят из-за грудки доктор подвел к ней магистральный кабель, обесточивый сами Карловы вары и 400 ближнежащих деревень. На 10 тысяч вольт Лидия Сергеевна отреагировала одним словом. Шиплет! В санаторий плохо ходили лифты. Лифт отдыхающего медленно ходил то вверх, то вниз. Лифт теща ходил только вниз, нигде не останавливаясь. В этот день на обед нам давали гороховый суп. После этого был послеобеденный сон. Сами понимаете, назвать его тихим часом было глупо. Врачи сказали, что через четверо суток у нас из организма начнут выходить холестериновые бляшки. Но здесь не соврали. Лично я с таким кормлением в выражениях не стеснялся. Я не знаю, как из крови, а с языка бляшки слетали постоянно. На следующий день теща показала престарелому немцу, как избавляются от холестериновых бляшек в России. Она насыпала полстакана красного жгучего перцу, долила туда водки и попросила немца выпить залпом. Немец выпил. Задвигалась парализованная рука и восстановилась детородная функция. Функцию три часа успокаивали льдом. На десятый день мы сказали врачам, что простудились, и они дали нам подышать над горячей вареной картошкой. И пусть мы все трое обожли губы, зато наелись до отвала. Нашу просьбу подышать над горячим мясом врачи проигнорировали. Вечером мы гуляли в парке, где зажарили и съели павлина. Через две недели во время выпуски врачи трясли нам руки, поздравляя с обесхолестериневанием, с обезжириванием и с обезбляшиванием. Короче, я скажу так. Кто хочет поехать в Карловый Вар и лечиться, ему надо лечиться. Я вам скажу так. Наша бригада комбайнеров делится ровно на три части. Пьющие, закодированные. Нет. И закодированные дважды. Так вот, и закодированные дважды я намолотил больше всех. И начальство выдало мне три путевки в Таиланд. На меня, на жену и на Лидию Сергеевну. Мою тёщу. Тёща заявила, что она едет обязательно, потому что Таиланд это её любимая африканская страна. Мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру. Ну. Собрали две сумки. Той, шо поменьше все наши вещи. Пятнадцать пачек макарон. Девятнадцать банок тушенки. Той, шо побольше тёщин купальни. Приехали в Таиланд. Поселились в гостинице. Поели тушенки с макаронами и пошли на обед. А после обеда на пляж. Там отдыхающие катались на надувном банане. Когда мы с женой сели на банан, инструктор попросил подождать ещё шесть человек для комплекта. Тут к нам присоединилась тёща. Банан ушёл под воду, утащив за собой катер вместе с инструктором. Акула напала на тёщу неожиданно. Укус на спине был такой огромный, что от полученных ранений акула тут же ушла на дно. Потом тёщи увлекло зрелище, когда катер потащил за собой парашютиста. Но! Раздумывала она недолго. Два тайца в предключении шоу накинули на её могучие плечи двойные кожаные ремни и сказали «Гоу!» Катер поехал, тёща начала разгон. Снося на своём пути замки из песка, зонтики и зазевавшуюся публику. Подбежав к воде, она поджала ноги и пошла над водой набреющим, отопив при этом два гидроцикла и три катамарана. Когда тёща отдалилась от берега, народ на пляже замер в ужасе. Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера. Танкер, увидев угрозу справа, дал тревожный гудок. Тёща, видимо, с испугу дала ответный. И стала набирать высоту. Она находилась как раз над танкером, когда стропы парашюта лопнули. От верной гибели танкер ушёл на вёслах. На следующий день мы поехали на сафари. Когда мы проезжали мимо бегемотов, я столбенел. Если бы на них была одежда, я подумал, что приехали тёщины родственники. Но шутить по этому поводу не рискнул. Где-то на пятом километре на нас напал молодой бабуин и попытался отобрать у тёщи корзину с продуктами, за что и был жестоко наказан. Она засунула его голову себе под мышку и пошла на удушающий. Бабуин тут же попросил пощады и показал тёще паспорт гражданина Вьетнама. Провехав ещё метров 800, мы увидели огромного тигра. Зверюга сидела под деревьями, что-то жевало. Инструктор сказал, кто не побоится покормить зверюгу, колбасой, тот получит шоколадку. И достал из бардачка батон варёной колбасы. Через 10 минут Тигр и Лидия Сергеевна мирно обедали, сидя в тенёчке. Зверюга, как и положено, ела колбасу, а Тигр шоколадку. На следующий день мы поехали в аквапарк. Когда тёща вышла из раздевалки, наступила гробовая тишина. Не пели даже птицы. Рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу. Одета Лидия Сергеевна была в купальник 1953 года, и всем сразу стало понятно, отчего умер Сталин. Мы с женой пошли на горку и позвали с собой тёщу, что оказалось большой ошибкой. Мы с супругой съехали по жёлобу, влетели в трубу и вылетели в бассейн. Сверху послышался звук отъезжающего локомотива. С чудовищной скоростью тёща влетела в трубу, но из трубы не вылетела. Она в ней застряла. Сзади неумолимо набиралась вода. Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда. Канарейка отодвинула крыльями прутья клетки и побежала к выходу, забыв, что умеет летать. И тут прорвало. С криком, мол, вот и я! Тёща подобно айсбергу рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже. Секунд двадцать тёща сидела в абсолютно сухом бассейне, пока вода вместе с людьми и тренажёрами не стекла обратно. Аквапарк был закрыт по техническим причинам. На следующий день мы пошли в тайский ресторан. Там подавали морепродукты. Мы заказали омаров. Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе щипцами. Лидия Сергеевна Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба и съела полностью. Злух был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень. Владелец ресторана взял у тёщи автограф. Когда подавали черепаховый суп, официант спросил, вам черепаху с панцирем? Немец сказал на ломаном русском, если с панцирем, плачу я. Тёща ответила, если хватит он, черепаху можешь даже не варить. Тащи так. Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щёки Лидии Сергеевны, её это не спасло. Нижняя челюсть немца лежала на тарелке. Хозяин ресторана попросил тёщу расписаться у него на плече, чтоб потом сделать из этого татуировку. На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом и бросили женой две монетки. На счастье, чтоб вернуться сюда опять. Тёща кинула в океан банку тушёнки. И я понял, что теперь мы вернёмся в Таиланд. По-любому. Спасибо, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...